В эфире проект Место происшествия и мы продолжаем. В Новоавиатском районе водитель Мазды во время полицейского преследования пытался на ходу посадить пассажира. Судя по всему, водитель не понял, что его вообще в чем-то подозревают. Все подробности в нашей традиционной рубрике «Сводка». Подозрительную Мазду заметили активисты ночного патруля. Водитель был под шофе, он не заметил полицейскую машину и решил посадить пассажира. В итоге нарушителя задержали, сейчас водителю Мазды грозит лишение прав и штраф. Житель Кирова сходил в сауну и сломал позвоночник. Молодой человек отдыхал вместе с друзьями и неудачно нырнул в купель. В итоге его госпитализировали. Полиция и волонтеры разыскивают 52-летнего жителя Слободского района Григория Храпунова. Мужчина пропал 7 января, сейчас он может находиться в Кирове. Если вы знаете, где находится Храпунов, звоните по телефону. 8 800 754 52 или 112. Кировские полицейские провели контрольную закупку алкоголя. В интернете было размещено объявление о доставке спиртного. В полночь на улице Пятницкой доставщика задержали. Торгуем алкоголем? Нет, у нас служба доставки. Что это такое? Служба доставки, доставка платная и цена по чеку. Доставляем клиентам, покупаем в заведениях и привозим. В курсе, что у нас запрещена такая доставочка? Доставка? Ну, как бы про доставку не знаю. Знаю, что торговля алкоголем запрещена. Нет, именно дистанционная продажа алкоголя запрещена федеральным законам. Я не торгую алкоголем. При осмотре в его автомашине обнаружено 4 бутылки водки и 2,5 литра пива. Вся продукция изъята. В отношении мужчины оформил административный протокол. Сейчас доставщику грозит штраф до 50 тысяч рублей. Также информация о сайте, где было размещено объявление, направлена в Роскомнадзор. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия.